Бог, в рождении Иисуса Христа, имел такое же участие, как солнце в рождении плодов, и все живые существа наполнялись жизнью. «Велик ты, праведник Эмазии, страны истинной мудрости и благой невинности, гордитесь чадо вечной жизни, ликуйте носителя зрелой любви, ликуйте и зовите его избранные, сесть за вашу братскую трапезу». «Либелатичи» – это христиане, покупавшие себе у начальства ложное свидетельство о приношении языческих жертв. Для нас это очень понятно. Около 350 года было великое гонение на христиан. Каждый христианин должен был пройти перед портретом императора и отдать ему честь, положить ладан на его кадильницу. Многие христиане поколебались и сделали это. Они, как и мы, были люди немощные, но были и такие, которые предпочли тюрьму, смерть и ссылку, и среди них были даже молодые люди, девушки и дети. Некоторые друзья убеждали не сопротивляться, например, говоря, ну зачем тебе, там скажем, Марта, погибать из-за глупости, ну брось ты ему эту ерунду и иди себе дальше. Одни соглашались, другие нет. Но, как всегда, находились люди, которые как-то выходили из положения. Они покупали у чиновников справочки, что уже принесли жертву, а бюрократическая система там тоже была. Хотя на самом деле жертву они не приносили. Но справочку такую имели, так что подобного рода ухищрения существовали в древнем мире. Потом в церкви они приносили покаяние. В церкви одних осуждали, а других нет. Судить, конечно, никого нельзя. Хорошо известна атмосфера лжи, коррупции, карьеризма, разъедающая наше общество. Распространилась ли она на церковь в России или все-таки в ней чище, чем в миру? Вопрос острый. Не надо думать, что церковь была островом или заповедником в период кризиса нашего общества. Во-первых, общество воздействовало на нее, ведь она состоит из таких же людей. Во-вторых, в руководство церкви подбирались люди, угодную руководству страны, а неугодные выбраковывались. Вы же знаете, что такое выбраковывание в сельском хозяйстве. Забудьте их экземпляров, которые не нужны. Поэтому все наши богословы, вожди, учителя, духовные наставники были просто или убиты, или изданы из страны, или посажены. Те, кто остался, были в общем пассивны перед лицом этих тяжелых болезненных явлений. Поэтому мы не можем похвалиться, что мы были исключением из правил. Церковь тоже нуждается в покаянии, и мы каемся в своих грехах. Рок-музыка Я считаю принципиальным, что каждая эпоха должна порождать такие формы искусства, которые соответствуют ее духу. Даже если это эпоха ломки, трагедии и разрыва. Иначе оно будет лживым. Мне может и не нравится та или иная форма искусства, но если она верно отображает кризис, кризис общества, это искусство. Поэтому никакому искусству нельзя преграждать дорогу. Пусть оно развивается. То, что фальшиво, то, что ложно, в конце концов умрет. Вот и я, в дурной день рожденная, решила написать о нем. Многие другие написали, многие другие истину рассказали. Но он поручил, Христос, и дух мне повелели написать то, что помню о великом подвиге Иисуса. Не могу сейчас написать о нем друзья и братья. Очень прошу вас, помогите мне. Утром, может быть, отойду. Лет мне много. Что вы думаете о статье Джвари как литературном произведении? С одной стороны, я рад, что написана такая трогательная вещь о монастыре, о христианстве. Человек откровенно пишет о своей вере, и это приятно. Но, с другой стороны, у меня такое ощущение, что там немножко все идеализировано. Ведь и наша церковь, и грузинская тоже перенесли настолько тяжелые испытания бури в последние десятилетия, что они не могли не сказаться на религиозной жизни. А героиня этой повести описывает все так, как будто церковь была под стеклянным колпаком, и ее ничего не коснулось. Как будто не было всех этих десятилетий выживания церкви. И все стоит так же неподвижно и величественно, как и было. К сожалению, это совсем не так. Много я видела и пережила, много уронила слез, много молитв прочла и многих погребла мертвых. Но одно помню ясно, помню подлинно и правдиво, жизнь того, кого распяли, потому что он говорил о любви. Сатана не замедлил поругать его, но вижу теперь, от его слова не осталось почти ничего. А в том, что осталось, часто истина присутствует, как не истина, а правда, как неправда. Левое там сделали правым, белое – черным, а важнейшие скрыли и решили его исторгнуть с корнем. Я полностью разделяю взгляд на жизнь Альберта Швейцера. Вы, конечно, знаете, что он считал основой этики благоговения перед жизнью. Единственное, что мне непонятно у Швейцера, так это то, что, рассматривая все философские системы, он считал, что ни одна из них не дала этике обоснования. Может, он и прав, но при этом он и сам тоже не давал обоснования. Однажды, когда он плыл по реке, к его лодке подплыл гиппопотам. Он в это время вдруг понял, как надо благоговеть перед жизнью. Это было прозрение интуиции, это был взрыв, который произошел в его голове. Но найти этому какое-то логическое обоснование он едва бы смог. Так сказал тот, кого мы любили. Праведные мои. И укажите на живое слово, которое я оставил, потому что те, которые мне были самыми близкими, будут преданы лукавому. И многие из них в Писании исчезнут. А то, что останется, будет изменено. И мало что из него не будет осквернено. Тогда я спросил его. «Учитель, как я грешная. Могу мериться с апостолами?» Он ответил мне. «Грешное в этом мире праведно в царстве отца моего. Жизнь есть жизнь любви, а не ненависти. Правда ли, что вы выступаете за деканонизацию некоторых православных святых? Если да, то каких конкретно и почему? Дело в том, что православные церкви, такой прецедент, деканонизацию существует. Ибо церковь объявляет людей святыми, но если потом выясняются какие-то дополнительные факты, она может это почитание аннулировать. В католической церкви, в частности, произведена огромная реформа календаря. Из него вычеркнуты все святые, о которых ничего не известно, либо известны лишь недостоверные легенды, которые являются персонификацией древних богов и случайно проникли в календари. Иногда они являются персонажами литературных произведений, как, например, Варлаам и Царевич Иоасаф, индийский, с произведением «Мудрость Балавара», которое содержит христианизированную историю жизни Будды. Ведь не было никакой инстанции, которая специально их канонизировала. Я, естественно, не беру на себя такую смелость решать эти вопросы, но думаю, что когда-нибудь у нас займутся пересмотром календаря. Многие праведные ненавидят и осуждают. Блуд, говорю вам, блудница, которая не ненавидит, славнее будет в судный день праведника, который осуждает. Ибо есть ли большое блуд, чем плохое слово? Не познает ли голубь голубку на глазах у всех? Не гибнет ли рот человеческой от лжи, величайшей во Вселенной? Не нападают ли бесы и болезни на всех героев и праведников? Лучше замолкните и наблюдайте за собой, чем быть вам погребенными заживо. Жив Магдалина лишь тот, кто где бы он ни находился, не судит других. Расскажите о религиозных взглядах Вернадского. Трудно рассказать об этом, потому что его произведения с трудом у нас печатаются. Сейчас вышел полный том его философских воззрений, размышлений натуралиста. И из него умудрились выкинуть две главы, хотя в предисловии с гордостью сказано, что вот, наконец, полное издание. Но, к счастью, эти главы были напечатаны в журнале «Химия и жизнь», правда, с ядовитыми комментариями. Сейчас я бы остерегся говорить о взглядах Вернадского, пока не будет опубликовано полностью его наследие. Но, конечно, вульгарным материалистом он не был. Я думаю, что его мировоззрение в чем-то приближалось к мировоззрению Тайяра де Шардена. Схватили меня тогда и хотели побить камнями. Я, грешная, любила одного, который был женат и имел троих детей. Родные его, жены, привели меня на площадь и стали громко кричать «Убьем блудницу! Она осквернила закон!» Тогда явился Христос и сказал им «Тот, кто считает себя безгрешным, пусть первым бросит камень». Так сделал Сын Человеческий, что толпа разошлась». Нельзя ли обрисовать соотношение идей Льва Толстого и Дитриха Банхеффера? Банхеффер был немецким пастором, казненным нацистами накануне конца войны. Он пытался найти новый язык, чтобы говорить о христианстве, о вечности, не на заскорузлом языке, не терминами XVI века, а языком современным. И Толстой тоже пытался это делать, но неудачно. Его перевод Евангелия включает много каких-то бытовизмов, которые совсем не улучшают текст. Например, вместо «беременна» он написал «брюхаты», ну и так далее. Банхеффер глубоко верил в откровение и личное спасение через Иисуса Христа. Прочтите письмо Банхеффера из тюрьмы и увидите, что это совсем не то, что исповедовал Толстой. Но общее стремление у них, конечно, во многом совпадает. Чуть ночь, мой демон, тут как тут, за прошлое моя расплата. Придут и сердцем мне сосут воспоминания разврата. Когда раба мужских причуд была я дурой бесноватой, и улицей мне был приют. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая. Но раньше, чем они придут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд, перед тобою разбиваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель! Когда бы ночами устала, меня бы вечность не ждала, как новый в сети ремесла мой завлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный. Когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, срослась в своей тоске безмерной. Когда твои стопы, Иисус, опершая свои колени, я, может, обнимать, учусь, креста, четырехгранный брус. И чувств, лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению. Вы знаете, я недавно пересматривал некоторые переводы, которые у нас вышли в двуязычном варианте. Я знал раньше эти стихи только в переводах. Например, знаменитое стихотворение Уильяма Блейка «Тигр». Как-то мне не приходилось читать по-английски. И когда я посмотрел его по-английски, я понял, что это замечательный перевод Маршака. Это, собственно, стихотворение самого Сумуила Яковлевича, а не Блейка. Так что желательно по возможности смотреть оригинал. Единственный перевод, который, как мне кажется, является уникальным в смысле конгениальности, точности, почти полного внутреннего и стилистического совпадения с авторским, это перевод Бунина «Песнь о Гаевате». Их просто невозможно отделить, настолько они похожи. Я недостаточно знаю итальянский язык, чтобы судить о божественной комедии Данте. По-видимому, она написана проще, чем в блестящем переводе Лозинского. Потом он приблизился ко мне и стал на колени. О, Сион, я вся горела от страха и стыда. В душе моей свершалась великая. Я пала на землю и сильно рыдала. Он гладил меня по волосам и говорил. Сестра, зорька небесная, найди силы меня выслушать. Много зла на этой земле, много лжи сказано лукавым. Забудь, что ты грешница, сестра. И скажи мне, живет ли твое сердце, когда ты любишь? Живет, Господи, когда я не люблю, оно мертво. Люби тогда, сестра небесная, и не греши другой раз, думая, что ты грешница. Так, братья, я впервые увидела живого Бога на земле. 1990 год. Отец Александр, вы видите какие-то конкретные тревожные симптомы в последнее время? Ну, если называть зарождение русского фашизма нетревожным, то что тогда тревожно? Конечно. Его очень активно поддерживают очень многие церковные деятели. Произошло соединение русского фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной. Это, конечно, позор для нас, для верующих, потому что общество ожидало от нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов. Конечно, не все так ориентированные, но это немалый процент. Я не могу сказать, какой, я этого не изучал. Но куда ни сунешься, и с кем не поговоришь. Этот монархист, этот антисемит, этот антиэкуминист и так далее. Причем развешиванием ярлыков занимаются люди, которые вчера еще не были такими, понимаете? Нет, это характерно веяние эпохи. Эпоха реакции. Когда Горбачев открыл шлюзы, то хлынули и демократия, и реакция. Но реакция всегда более агрессивна. Устремление тирана и массы поразительно перекликаются, как это замечал еще прозорливый мудрец Максимилиан Волошин. Масса деспотична. Она подавляет все индивидуальное. Точно так же, как для тирана личность ничто, а народ это живая сила, пушечное мясо, потенциальная лагерная пыль. Подобный взгляд порождение ущербной антидуховности, которая ищет себе оправдание в циничной биологизации человека, в сведении основ его бытия к базису. Находите ли вы религиозные черты у современных идеологий, например, коммунизма, нацизма? Безусловно, нахожу. Это элементарная истина. Вопрос другой. Как это получилось, что у этих идеологий, отрицающих христианство, появились религиоморфные черты? Дело в том, что и та, и другая идеология пытались вытеснить христианское и вообще религиозное мировоззрение из общественной, умственной и вообще культурной жизни людей. Но поскольку человек – существо, стоящее перед Богом, и куда бы он ни бежал, он все равно оказывается перед ним. То вместо подлинной веры возникает ее суррогат, имитация. И перечислять, какие черты, я не буду, вы сами догадываетесь. Так учил Христос в последние свои дни на земле в то время. Истинно, истинно говорю тебе, ты та, которую избрал Бог, чтобы спасти этот мир от погибели. Радуйся, дочерь Сиона, царство Божие, не принимала до нынешнего дня женщины или матери с этой земли. Ты же, Магдалина, подошла уже совсем к его порогу. Услышь теперь слово небо, истинно, истинно говорю тебе, жена, спасет мир, а не муж и пророки. Дух любви Божией живет в ее душе. Владыка Ада еще крепко держит ее за сердце. Но рождается уже новая Ева, свободная от дьявола. Слушайте, слушайте, сестры мои небесные, слушайте, девицы, жены, матери, слушайте Слово Божие и дивитесь. Я пришел на землю через жену Иосифа, женщину, святую, непорочную, чистую, кроткую. От нее родилось Слово Божие, пришедшее от живого Бога. Вспомним старинное китайское правило. Периодически экзаменовать чиновников. Вспомним слова Платона, который говорил, что если люди не могут доверить корабль необученным кормчикам, то тем более нельзя доверять любителям государства. Частью, как кажется, профессионалы у нас постепенно сменяют любителей и авантюристов, слепых честолюбцев, готовых ради власти обречь миллионы на гибель. Но все же остается опасно, что разгул страстей захлестнет разум. И тогда дух массы, дух безумия, насилия снова будет использован в интересах тех, кто не желает развития свободы, культуры и нравственности. Впрочем, если даже так и случится, будем помнить вещи и слова поэта. Есть грозный суд. Он ждет. Хаос и растущая на его дрожжах тирания все равно обречены. Об этом свидетельствуют великие прозрения Иоаннового апокалипсиса. Сколько бы не бушевала стихия тьмы, ночь не может быть бесконечной. Слово Божие учит нас верить в победу света. У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчаи, обмывая миром из ведерка, я стопы предчистые твои. Шарю и не нахожу сандалии, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги твои в подолу перла и слезами облила Иисус. Ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением Сивил. Завтра упадет завяза в храме. Мы в кружок собьемся в стороне. И земля качнется под ногами. Может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерть над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятья, обниму и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизни в мире, столько поселений, рек и рощь? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Павел Флоренский и Тухачевский погибли от рук тирана. Являются ли они мучениками с христианской точки зрения? Или между ними есть разница? Христианские мученики – это те, кто погиб за веру. Кто, например, отрекшись от веры, мог спасти свою жизнь, но не сделал этого. Поэтому Тухачевский здесь ни при чем. Боюсь, что и Флоренский был захвачен не за это. Он просто попал под каток общей репрессивной машины. Если бы он был просто свободным философом или священником, он также был бы репрессирован. Поэтому с точки зрения церкви они не являются мучениками. Сегодня очень многие требуют у нас почитать новомучениками, российскими погибших и ставшими жертвами в новое время. Но для этого необходим анализ каждого случая. Зарубежная эмигрантская церковь, так называемые кордловчане, причислила их к лику святых всем оптом, во главе с царем, отрекшимся от престола Николаем II. Но какие бы ни были у него личные качества, он погиб не потому, что он был христианином. Если бы даже он публично отрекся от Христа, его все равно бы убили. Его убили, потому что он был царь. Это была политическая месть, политическая расправа. Ведь Александра II тоже убили, потому что эти люди, убивая царей, убивали правителей. Это был террор снизу, ответ на террор сверху. Рассуждая так, можно считать мучениками и тех, кто погиб 9 января, кто с хоругвями шел на площадь. По ним стреляли и погибло много совершенно невинных людей. Это были не политические деятели, а простые рабочие Петрограда. Таким образом, христианскими мучениками можно называть только тех, кого вынуждали отречься от веры, но кто предпочел умереть и не отказываться от веры. Вот таков критерий. В широком смысле слова все пострадавшие могут называться мучениками. Расплодились на земле незаконные дети сатаны, порабощают, бесчестят, убивают все живое на своем пути. Сатана же глумится над родом человеческим и говорит, «Ева, раба моя, ты отдала мне свое сердце, и я оплодотворил его ревностью». Ревность создала закон, а закон создал брак. Брак создал заботу лишь о своих, а забота создала труд. Труд и воины нужны царям и торговцам, чтобы человек забыл рай и двинулся вслед за бесами. Скажите, пожалуйста, несколько слов о духовном отце Николая Бердеева. Духовником Николая Бердеева был отец Алексей Мичев, служивший в Москве на Моросейке, в храме святителя Николая в Клейниках. Он действительно святой человек. Он был учеником оптинских старцев. Обыкновенный рядовой священник, но к нему без конца приходили люди. Хотя он умер рано, он создал такое движение в России, которое продолжил его сын. Отец Сергий Мичев. Последствия погибшие в заключении. При отце Сергии Мичеве это движение влилось в создание малых групп. Все его прихожане, его последователи тайно встречались по домам, вместе молились, читали писания, катехизировали детей, несмотря на опасности и угрозы со стороны властей. Когда в 1922 году Бердеев получил приказ ОГПУ покинуть страну, он обратился за советом к отцу Алексею, «Не смущайтесь, езжайте смело», сказал ему отец Алексей. «Ваше слово должен услышать Запад». Когда Моисей сказал, не пожелай иметь жены ближней своей, сатана написал, не пожелай жены ближнего своего. А в царстве Отца все являются ближними всех. Есть другое царство под царством Божьим, где каждый имеет своего ближнего, но каждый находит и узнает своего единственного, самого ближнего, потому что тот радуется, когда мы любим и других. Что есть сатана? Альтернатива Иисусу Христу или карательный орган при нем? Ну, во-первых, не последнее. Карательные органы – это из другой оперы. Альтернативой Иисусу Христу является Антихрист. Это дух, дух, который действует в истории. Христос – это свобода, Антихрист – есть порабощение. Христос – это любовь, Антихрист – есть ненависть. Христос – это вселенкость, Антихрист – замыкание в групповом, в клановом, в национальном и так далее. Христос – есть ненасилие, Антихрист – насилие. Христос – есть истина, Антихрист – ложь. Пользуясь этим методом, мы всегда можем угадывать дух Антихриста и его носителей Это совершенно особая тема, но я хотел бы, чтобы вы задумались над тезисом Человек, который не видит красоты мира, его гармонии, слепой человек Это еще Эйнштейн говорил Насколько же слеп человек, который не видит в мире смерти, убийства, разложения, распада И вот по учению христианской философии, те силы, которые ведут к распаду, к смерти, к гибели На уровне сознания, к греху, на уровне истории, к Антихристу, это и есть силы сатаны Они, конечно, носят личностный характер, как и все духовное Я верю в то, что добро неискоренимо, неистребимо, что оно победит Но оно не может побеждать так грубо и наглядно, как зло Потому что тогда оно само превратилось в зло Не пожелай жены с соблазном, сказал однажды учитель и объяснил, что значит соблазн Но лукавый не записал этого объяснений и вычеркнул его оттуда, где оно было записано Ибо знает дьявол, чтобы он мог владеть землей Прежде всего надо извратить представление рода человеческого о грехе Почему, согласно современным исследованиям, время рождения Христова не совпадает в точности с принятым у нас началом нашей эры? Дело в том, что в древности в каждой стране и области были свои календари и не было единого лета исчисления И поэтому в раннее средневековье римский монах Дионисий Малый, сделав расчет, ошибся всего на несколько лет Надо сказать, что для тогдашней науки это вполне допустимо По-видимому, он ошибся на лет 6-7 По мнению толкователей и специалистов, Рождество Христово совершилось за 7-6 лет до нашей эры Распятие совершилось, по-видимому, около 30-го года, не раньше 27-го, поскольку Пилат прибыл в Палестину только в 27-м году И не позже 37-го, поскольку тогда Пилат был отставлен и вызван в Рим Плакала, о, как я плакала, братья, когда распяли Господа живого Но он и до ныне мне является, и является одному из любимых своих учеников Трое часто мы беседуем, и он часто водит нас в тысячи областей на небе Что такое догмат и церкви, и что такое канон? Догмат – есть символическое выражение реальности, которое не может быть полностью формализировано И не может до конца адекватно выражено отвлеченными понятиями Эта реальность требует символического выражения И никогда это символическое выражение не может быть преодолено, потому что нет в нашем языке достаточно емких образов, чтобы передать запредельное трансцендентное Канон – это сумма священных книг, в которых община Христова, церковь из целого моря литературы Выбрала наиболее важное из того, что отражает ее веру Много-много земель и солнц показал он нам Многие народы видели чудные и причудные, но никогда не видели одежд, домов и колесниц Нигде-нигде не слышали мы, чтобы кто-то называл кого-то мой Я, блудница на земле, которую хотели побить камнями, была единственной женщиной из этого мира, когда-либо впущенной в Царство Божие Монашество и на Западе, и на Востоке разбивалось аналогично Разница заключалась в том, что на Западе было много форм монашества Были различные ордена, и каждый орден имел свою специфику Это могла быть забота о больных, или занятие сельским хозяйством, или проповедь христианства Таких орденов ни в Византии, ни в России не было В России в начале 20 века была попытка создания ордена Великой княгине Елизаветы Федоровны, сестра убитой императрицы, основала Марфо-Маринскую обитель на Орденке Это был орден сестер милосердия, состоящих из монахини Что касается старцев, то это совершенно особое служение Которое, кстати, не зависит от возраста Никто не может сам себя сделать старцем, это передается по традиции от одного старца к другому Старец – это духовник монастыря, носитель определенного духовного опыта И он требует от своих монахов полного послушания Если монах получает от старца такую формулу – это сделай за послушание Он должен сделать, даже если это абсурдно Но старцы не касались мирских людей И только Оптина пустынь – одна из немногих монастырей Где старцы вышли навстречу людям, навстречу к культуре И вступили в первый диалог с миром Поэтому Оптина пустынь получила такую известность Сам Господь, показавший нам все эти неизреченные чудеса Часто смотрел на меня с любовью и говорил Вот видишь ли этих ангелов, Магдалина Много между ними тех, которым надо родиться на земле Потому что они не хотят знать, что такое любовь И ни один из них не вернется в царство отца моего Пока не станет тут рабом или блудницей Ибо истинно, истинно говорю вам Никто не спасет души своей, пока не пожертвует ею Создал ли Бог небытие? Так, ну уж явно кто-то прочел Бердяева А я вам отвечу так Не знаю И Бердяев этого не знает И никто этого не знает У разума должна быть скромность и ограниченность Блэс Паскаль говорил Что высочайшим достижением разума является способность Познать свои границы А когда он спрашивает то, на что невозможно получить ответ Науке это называется задавать некорректные вопросы Некорректные в смысле ненравственном А научно некорректные Конечно, можно поговорить на эту тему Но это все пустое Аллилуйя Это древнееврейское слово Дело в том, что первые христиане все были иудеями, евреями И некоторые древнееврейские слова так и остались в нашем богослужении Такие как, например, «Аминь» Или слово «Аллилуйя», которое означает «Хвалите Господа» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok